Итак, следующий возраст, подростковый. Самый интересный возраст от 12 до 19. И хотя и говорят, что это самый тяжелый возраст, тем не менее это самый интересный. И самый благословенный, потому что именно в этом возрасте происходит ориентация, профориентация. Именно в этом возрасте происходит, как правило, выбор даже партнера. Очень часто именно в этом возрасте происходит, да? Ну, в своей будущей жизни, в своей невестке. Вообще именно вот в этом возрасте подросток отвечает на три главных вопроса в его жизни. Кто я? Какой я? И с кем я? Кто, какой, с кем. Именно в этом возрасте. И вот тут подключается группа сверстников. Причем родители не исключаются из этой группы. А сверстники добавляются к значимым людям, к которым он прислушивается. И когда мы проводим вот семинары для этой возрастной группы людей, детей, подростков, как угодно можно назвать, мы всегда задаем такой вопрос. У вас сейчас время влюбленности, время, когда вы начинаете испытывать какие-то чувства к юношам, к девушкам. Мы говорим, вы скажите. Вот у вас возникла какая-то проблема с противоположным полом. Или не проблема, а чувства, с которыми он может поделиться. Как вы считаете, кто вас больше всего любит и может вам больше всего помочь? Родители или ваши сверстники? Все отвечают. Конечно, родители. Кто вас больше любит? Родители. У кого больше жизненного опыта? У родителей или у ваших сверстников? Все говорят. Конечно, у родителей. Кто вам может наилучший совет дать в данной ситуации? Родители или сверстники? Родители. Кто желает вам больше добра? Родители или сверстники? Все отвечают. Сверстники? Родители. Мы говорим, а кому вы идете? К родителям или к сверстникам? И все отвечают. К сверстникам. То есть, сами молодые люди в этом возрасте понимают, что родители. К родителям этиологичнее, но идут к сверстникам. Так вот, надо сказать, что это проблема не подростка, который, зная о родителях, бежит к сверстникам. Это проблема родителей, в первую очередь. Они не смогли построить такие отношения, что ребенок к ним не идет за советом. Почему? Почему он идет к родителям за советом? А идет куда попало? К кому угодно? К друзьям, к одноклассникам? А к родителям не идет. А потому что, может быть, мы родители часто действительно себя поставили на уровень авторитарных, или на уровень вот этих вот монологичных, или на уровень вот таких вот суперопекающих родителей, что они просто боятся к нам подойти, понимаете? Просто боятся или не хотят, или знают, что мы все равно не поможем. Однажды один мальчик сказал, если я сейчас скажу в своем доме о своих проблемах, мать схватится за сердце, отец за ремень. И все. Так это проблема мальчика, что у него такие сильные проблемы? Или это родители, которые не готовы выслушать его в своих проблемах? Что мы вообще переживаем и как мы беседуем с нашими детьми, когда они идут к нам с такими насущными проблемами, как, например, гормональный всплеск? Ну, как, например, один молодой человек вот так сказал. Ну, вот мне говорят, учись, 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 занимайся математикой. Нет у меня математики места в голове. У меня сперма из ушей прет. Какая математика? Вот представьте себе, к вам, если подойдет, такой скажет. Как ты можешь? Не духовный. Я в своем возрасте Библию читал. Да. Читай, молись. Читай, молись. Да, кайся. Как ты можешь? Сперма из ушей. Понимаете, мы запросто и забьем. И больше он не подойдет к таким вопросам. А нам понравилось, как на тот вопрос ему хорошо ответила учительница в школе. Учительница. Она сказала, слушай, как здорово. Что у тебя лезть сперма из ушей, потому что у тебя освобождается место для математики. Вы понимаете, вот как бы нам вот эту вот мудрость, да, иметь. И не кортить себя каких-то супердуховных, да, маму с папой. А действительно понять. И вспомнить себя, в конце концов, в этом возрасте. Куда от этого деваться. Поделить с сыном вообще, как ты сам с этим справлялся, да. Это вообще совершенно благословенное время. Мы все время говорим. Именно в этом возрасте перед мальчиком встает выбор. Быть мужчиной. Или быть самцом. То же самое перед девочкой. Быть женщиной или быть самкой. Именно в этом возрасте. И мы, родители, можем помочь в этом. Сделать правильный выбор. И таким образом. И если мы помогаем ребенку советом, поддержкой, своей мудростью, своим опытом. У ребенка, у подростка, в этот момент формируется, он выбирает для себя идентичность своего я. И тогда у него формируется верность и твердость позиций. Я не пью и не курю, это мои убеждения. Не потому что церковь мне говорит, этого делать нельзя. Потому что был такой случай. У нас однажды пришел пастор церкви один и говорит, слушайте, ну вот вообще, не знаю, воспитывали, воспитывали детей. А тут он уехал учиться в другой город, поступил в университет. То есть прошло всего 3 недели, где-то чуть меньше месяца прошло. Попал в компанию, и эта компания его засосала. Он теперь там и по девочкам, и пить начал. Что случилось? Почему? Давайте посмотрим, что у вас в семье происходило. Он сформировал. Это были его убеждения не пить, не гулять? Или это были ваши убеждения, которые вы ему навязывали? То есть что сформировали, а что не сформировали? Чтобы вот сейчас в этом возрасте все-таки подросток сделал выбор в пользу плюса. Но опять мы хотим вернуться к тому, что вот это возраст, когда независимо даже от нашего воспитания, ребенок может выбрать сам. Либо он выбирает идентичность своего я, либо смещение идентичности. И тогда у него формируется застенчивость и негативизм. Надо шестерить, как нам сказал один молодой человек. Я считаю, нужно шестерить. Вот что скажут, то и делать. Потому что я, например, хочу быть диаконом церкви, а вот если сейчас я буду поступать, что-то против братского совета или делать не то, что не то, что не Они запомнят, что я был против, и потом меня не благословят над диаконом церкви. Нет, поэтому я сейчас нет. Вот сейчас я пошестерю, чтобы добиться какого-то положения в церкви, а потом меня назначат. То есть это полное смещение вообще идентичности? То есть это уже не личность? Это нам вот сказал молодой человек, была проблема в церкви, там, ну, молодежные проблемы, там, традиционные проблемы, и вот группа людей, подростков, она стояла так в стороне и ждала, чем все это кончится. Мы говорим, ну, а вы-то, вас что, эта проблема не касается? Касается, но мы-то какую позицию занимаем? Надо сейчас шестерить. Потому что сейчас мы выскажемся, а вдруг окажемся, что мы неправы. А мы подождем, а потом прикинем тем, кто победит. О, какая позиция, понимаете? Очень удобная, такая удобная, ожидательная позиция. И вот отсюда давайте вот теперь говорить о том, что делать. Вот представим себе, что в этом возрасте оказался человек, опять же, у которого генетически все плохо. Воспитания никакого. И вот возможно ли в этом возрасте выбрать... Что-то исправить. Что-то исправить. Однажды в прямой эфир позвонила женщина, девушка. Говорит, вот вы знаете, вот мне 19 лет, я... Вот мне сейчас сделала предложение один молодой человек, но я вот не знаю. Я почему-то не хочу за него замуж. Я не знаю почему. Ну, наше правило я уже говорила, что про себя ты знаешь. Не надо мне, как бы, крутить мною. Либо говорить честно, либо вешать трубку, и я буду с другим человеком говорить, не надо в эфире играть и выиграть. Как греть? Но почему ты не хочешь замуж? Ну, знаете, она начала говорить, что ты несчастный. Я выросла в детском доме, меня родители бросили. Я вот изначально в предательстве. Родилась, я расту. Вот, потом вот я вот после этого у меня было много мужчин, и опять меня обманывали, опять меня предавали. Я сделала три аборта, потом после этого у меня было два выкидыша. И вот, и в общем, я такая вся несчастная, в общем, вся вот я такая преданная. А вот сейчас вот не верю никому. Вот он вроде бы хороший парень, а замуж за него не хочу. И, в общем, вот так. Говорю, знаете, давайте мы с вами так разберемся. Во-первых, вообще не знаете, чего вы хотите. Вы не представляете вообще, кто вы такая. Я говорю, давайте с вами конкретно разбираться. Во-первых, давайте с вами так скажем. Вы свое тело предоставляли мужчинам, вы даже мне не назвали их количество, я так понимаю, что их был не один, не два, а несколько. То есть мужчины имели доступ к вашему телу, на которое они совершенно не имели права. То есть практически, будем так говорить, вы долгие и долгие годы были просто вещью. Более того, ваше тело-вещи трижды стало могилой для ваших детей по вашему усмотрению. И два раза, ну, выкидываются. Это тоже могила. Как последствия. Тело стало могилой. Но когда вы сами были убийцей, сами сделали с тела могилой, сейчас уже доказано, и, в общем-то, по постабортным синдромам, у меня как раз перед этим была передача, в общем-то, при аборте женщина теряет часть своей личности. Что такое вот реабилитация после постабортного синдрома? Это вот именно реабилитация личности женщины. Как будто считаете, что женщину можно реабилитировать психологическими штучками. Но часть личности теряете. Вы трижды сами свою часть от себя отсекли. Во-первых, вы тело сделали вещи. Во-вторых, ваша душа три раза была посечена на какие-то части, которые вы от себя удалили. Что вы теперь вообще удивляетесь, что вы не верите? Кроме всего прочего, что еще вот вы как вот свое прошлое все рассказали. Я говорю, ну что вы меня бьете по-больному? Что вам не делать? Я говорю, я вас не бью по-больному, я ставлю диагноз. А делайте вам одну из двух. Либо продолжайте так жить. Но тогда я вам советую, перевяжите себе трубы, чтобы по крайней мере убивать себя, а не детей. Трубы перевяжите вперед. Ну что я могу посоветовать? Или второе. Зачем вам это надо? Вы молодая женщина. Вы слушаете нашу передачу, и вы знаете, что Бог каждому на любом этапе его жизни дает шанс. Поддержите ТВС молитвой и финансами. Не рассчитывайте, что пожертвует кто-то другой. Так думают многие, и хорошие проекты перестают существовать. Информацию о чем молиться и как пожертвовать вы можете найти на сайте www.tvseminari.com Сформировалась верность убеждений, вы уже можете работать над предприимчивостью. И если вы выберете для себя... Вы можете искать то, что в вашей жизни, и где в вашей жизни вы можете... Приложить свои усилия. Да, употребить. И как только вы выберете для себя предприимчивость, у вас сформируется компетентность. Я могу это сделать. Как только это сформируется... Идите выше, видите, работайте над личной инициативностью. Вы не только предпринимаете что-то, но вы еще и проявляете инициативу, чтобы то, что вы делаете, стало еще на более высокий уровень. И тогда у вас сформируется целеустремленность. Как только будет это, тогда работайте над самостоятельностью. И тогда возникнет воля. И вот потом уже, потом уже работайте над верой, надеждой. И у вас появится доверие и вера в людей и в Бога. И Бог вам дает такую силу. И тогда на следующей стадии вы для себя сможете очень просто выбрать близкие отношения. Вот посмотрите. Дальше идет раннее зрелость. Видите, возраст 20-25 лет. Тогда для вас близкие отношения и способность к любви и преданности возникнет как следствие всего этого. Вам это будет легко выбрать, потому что у вас это все сформировалось. Понимаете, да? Вот это понятно, как работать над вот этими базисными вещами. Потому что, к сожалению, очень часто знают, что происходит. Считается, особенно, ну вот я имею в виду христианских руководителей. Приходит такая девушка. Приди к Богу, и у тебя все будет нормально. Приходит девушка к пастору, и говорит, приди к Богу, у тебя должна быть способность любить и преданности. Она не знает, как это сделать. У нее вот это вот все в полном провале. У нее даже базисного доверия нет. Она не знает, как верить Богу. То есть, вот это вот, ну, будем так говорить, очень несправедливо по отношению к таким людям, у которых много вот таких вот дыр, провалов в их жизни. То есть, нужно пошагово работать с такими людьми. Понимаете? Продолжение следует... Продолжение следует...